Спуск к реке. Шел за водой. Сверху смотрю на Роменту. Вот такие тут подъемы. Я иду по траншее времен Первой мировой войны. Вот она, траншея. Елочка уже заросла. И вверх траншея уходит. Здесь очень жестокие бои были. Я уже смотрел архивные данные. Наша армия первым сражением победила немцев. Немцев уступили за Черняховск. Черняховский был даже парад наших русских войск в 2014 году. Но потом немцы подтянули резервы из Франции. На поездах быстро перебросили войска. Короче говоря, наши потерпели поражение. И генерал Самсонов застрелился. А другой генерал немецкая фамилия Найер забыл. Он не смог прийти ему на помощь, потому что резервы были растянуты. Тылы тоже. Короче говоря, русская армия потерпела поражение в Восточной Пруссии. Это было единственное победное шествие до Истинбурга, Черняховска. Вот так вот. Поэтому здесь бои были очень жестокие. Очень много было убитых и раненых, плененных. И с той и с другой стороны. Вот эта траншея. Значит, брусь в сторону от реки. Реку обороняли. С той стороны войска наши наступали. А возможно, по карте и со стороны Литвы наступление было. И не только. Вот там находится Галдап. Со стороны Галдапа удар был нанесен. Удар русских войск шел. Основное направление удара со стороны Галдапа. Галдап находится в этой стороне прямо. Далее. Удар был со стороны Литвы. С этой стороны. То есть немцы, вот, оборонительные. Вот их укрепление. Траншея. Вот, да, ячейка вырыта для стрелка или для пулемета. Скорее всего, для пулемета. Вот брусь вверх был. Вот палочка течет. Здесь траншея. Значит, много ходов, блиндажей и прочее. Дальше там находится чуть выше. Капониры для артиллерии. Батарея стояла. Вот там выше. Ну, все, что осталось. Я иду. Вот здесь вот тоже в низинке что-то было у них типа блиндажа, скорее всего. Эта траншея уходит дальше. Куда все росло лесу. Она идет очень далеко. Вот туда дальше идет. А там вот выше. Чуть-чуть вот так вот выше находятся капониры артиллерийские. И вот так вот траншея опоясывает берег реки и уходит к ЖД мосту и дальше там. Очень различные ходы. А я пришел, чтобы показать вам вот такое возвышенное место. Сейчас хорошо видно, что река снизу бежит. В летнее время тут листва. Особо ничего не видишь. Здесь есть могила. Немецкий доктор с своей женой были вот в этом месте. Вот тут находились какие-то гробы. Могила. Здесь тут местным археологом Юрой тут уже были здесь. И вот обвели маркером черным. Значит, доктор Альфред, фамилия непонятна, тут буквы первые не знаю. Значит, родился 25 сентября 1872 года. Скончался 4 марта 1927 года. Жена его Паула. Тоже фамилия. Здесь вот трудная, различимая буква за витушками. Непонятно. Она же девищести Райхст. Родилась, значит, девятнадцатого, девятнадцатого или какого тут марта 1895 года. А умерла 31 августа 1932 года. Вот их тут памятник остался. Могильный. Вот здесь вот они были похоронены. В этом месте вот здесь. Но сейчас останков здесь нет. Родственники в 90-е годы приехали, забрали. И тайно вывезли и похоронили, как они сказали. Это Людмила говорила. Похоронили в Австрии. Значит, они были австрийцы. Доктор ДР-медицин, доктор медицины Адольф работал. Здесь вот прямо я палочкой покажу. Вот направление точное. Здесь был санаторий. Потом я вам покажу в следующем репортаже, что за санаторий. И, возможно, фотографии наддуардивные. Он работал там. И он любил здесь вот приходить на это место. Здесь, скорее всего, леса такого густого не было. Но вот это вот, что у нас получается, похоже, как клен, как дуб, что-то непонятно. Вот здесь вот этот дуб был при его жизни, скорее всего. Вот он. Потому что возраст дуба приличный. Больше 100 лет, скорее всего. И он приходил сюда, на эту речку, на берег реки. И он здесь сидел, любил здесь объединяться. И перед смертью завещал похоронить именно здесь. Здесь его и похоронили. И потом уже и жена, это 27-32, через 5 лет скончалась. Жена была моложе гораздо. Вот так. Вот такая тут могила. Про неё мало кто знает. Вот ручка от гроба. Немецкая. Я её руками не беру. Археолог её брал. Я говорю, зачем брать? Если её вообще брать нельзя. Значит, это у нас всё искусственное. Ну, вкрапления камня тут есть. Вроде как тут всё заливали арматурно. Частью тут остались. Камни тут. Камни тут. Камни. Камни ещё нет. Сделаны из камней. Аккуратненько всё сделали. Затементировали. И получился вот такой памятник. Про него мало кто из туристов мы обычно не говорим. Если уж спрашивают, тогда показываем, как что пройти. В летнее время практически здесь не найти. Здесь огромные заросли кустарников. Вот, пожалуйста, видите? Здесь и ива растёт. И вот этот граб растёт. Вот эти, по-моему, граб. Вот эти стволы. С пятнышками стволы. Это граб. Граб, ясень, вязь. А вот эти стволы, деревья. Даже вот не знаю, вот это деревья листья. Непонятно, что за заросли пошли ива, скорее всего. Ива, да, ива. Ельник, который посажен уже было в советское время. Там и дальше очень много ёлочек растёт. Здесь есть ели. Сосны. Граб, ясень. Скорее всего, где-то и осина есть. Дубы, клёны. Вот такая тут растительность. Травы практически нет. Тут прошлогодняя листа лежит. Вот, кстати, ещё одна точка. Вот. Скорее всего, здесь вот пулемёт стоял. Пулемётная точка была. Пулемётная точка. А вот здесь траншея. Траншея так и тянется. Ну, когда хоронили, естественно, доктора, траншея никакой. Она, вернее, была. Была. Но он похоронен в 1927 году. Ну, вот решили всё-таки здесь похоронить. Вот такой вот маленький репортаж. Утренний. Из Калининградской области. Несеверский район. Где точное место не буду указывать, чтобы здесь не было паломничества. А это ещё надо придут что-нибудь копать, черные копатели. Хотя, скорее всего, они уже и были здесь когда-то. Были, наверное, раньше. Всякие металлисты, ищущие металл в траншеях времён Первой мировой войны. Во Вторую мировую войну Великой Отечественной, здесь именно здесь боевых действий не было. Боевые действия разворачивали вдоль шоссе по посёлкам. В Чистых прудах огромная братская могила. Вот там Чистые пруды посёлок. Вот там посёлок Краснолесье через реку. Через реку километра 4-5. 5 примерно, да, вот так. Там тоже братская могила. Там же есть братская могила неменцев, которые погибли в Первую мировую войну. Вот такое тут место. Тут очень много, значит, таких огневых точек. Вот ещё огневая точка была. И вот так дальше вдоль берега. Вот тут везде, короче, нарыто. Возможно, тут снаряды попадали в воронки. Короче, так. Вот такая тут природа. Внешний вид. Пожалуйста, вот могила. Про неё я нигде не видел фотографии. И даже в Крыльевском музее Краснолесье я не видел. Я нарыто тварей. Пожалуйста. ar